Обязательные закупки. Да, вот такой вопрос, как бы, открывает она магазин, он у нас сидит теперь у неё, и какие-то обязательства. В таком плане, ну, больше там тоже вопрос денег, конечно. Она сейчас в избирательную зону идёт работать. Ну, наверное, тоже вопрос это не на первом плане. Ну, ты знаешь, нет вопросов, нет ненужных вопросов. Нет глупых вопросов. Любые вопросы, это вопросы, которые помогают человеку принять решение, да. Вот, поэтому это один из вопросов. Я помню, что вначале мне вообще ничего там не говорили про обязательные закупки и так далее. Ну, собственно говоря, я была таким вообще горе-профессионалом, то есть никаким не была профессионалом. Во-первых, меня это не интересовало, я никогда не задавала этих вопросов. Вот, я себе вошла и вошла. Я даже не думала, что я долго буду в бизнесе находиться. Я думала, через год заработаю миллион и уйду. Вот, и крайне удивилась, когда мне на одном из событий на сцене вдруг сказали, что только через пять лет ты станешь профессионалом, я чуть не упала в обморок. Вот, и я сказала, ничего себе, я собрала здесь год сидеть и потом уходить с миллионом долларов в кармане. Вот, а тут надо пять лет работать. Вот сейчас я работаю 17 лет. Есть вещи реально, которые я еще не поняла до конца. Скажем, не то, что я знаю или не знаю, я их еще не осознала, не поняла до конца. Вот, и поэтому, да, такой вопрос у меня не стоял. А у людей стоит, потому что они прошли несколько сетевых компаний уже и так далее, и у людей стоит такой вопрос. Обязательная закупка. Это тоже тема такая, очень важная. Но я вам скажу так, если выбирается какая-либо компания для работы, то есть несколько вопросов, на которые обязательно человек должен получить ответ. Обязательно. При выборе компании. И один из вопросов, который всегда, ну вот, это он не первый по значению, а первый по пункту, потому что он пришел ко мне в голову. Какой продукт любой человек нормальный при выборе компании задаст этот вопрос? Правильно? Если это не новая компания, ну и то, даже вот я помню, мы свою компанию открывали, и то, а какой у нас будет продукт? Ну, первый вопрос, который задается. Второй пункт, к примеру, а сколько будут платить? Да, сколько я смогу зарабатывать? Тоже вопрос. Правильный. Третий вопрос, а какая система обучения здесь есть? Четвертый вопрос, который, как правило, задают, кстати, это туда же, а кто мне будет помогать, кто будет, насколько профессионален человек, который меня подписывает и так далее? Пятый пункт, это, а кто стоит у руля компании? Для меня это первый пункт, потому что я понимаю, что такое лидер, который ведет за собой людей. Понимаете? И, конечно, шестой пункт, это уже детализация, да, нужно ли мне делать ежемесячную закупку и так далее и тому подобное. И он стоит, этот пункт. Вот, так вот, любой вам профессионал скажет, если в маркетинг плане компании не будет стоять обязательные закупки, в эту компанию заходить нельзя. Понимаете? В нее нельзя заходить, потому что это компания, которая разрушится рано или поздно. Там не будет денег в этой компании. В этом долго нужно разбираться, и мы не будем сейчас на этом долго делать акценты. Но вот даже представьте себе, любой человек от природы ленив, любой, любой человек хочет делать минимум, получать максимум. Как только не будет обязательных закупок, у тебя не будет притока клиентов. Раз. У тебя не будет определенного стимула. Два. Вся твоя группа, представь себе, у тебя там появилась группа там в сто, в тысячу человек не делает обязательную закупку. Это значит, что ты не получаешь деньги. Три. Дальше. Ты вот думаешь, ну обязательно, обязательно, обязательно. Я вот в следующем месяце что-то себе закажу. Ну раз это не обязательно, то я и заказывать не буду. Вот. Дальше. Извините, на каком основании компания будет платить тебе деньги, если нет товара оборота? Ну я же приглашаю людей, но я вам гарантирую, что если не будет обязательных закупок, то ты и людей не будешь приглашать. Просто поверьте мне на слово и все. Не будешь ты этого делать. И все это мало-мальски и спустится все вниз. Все это стечет просто, извините, в унитаз. Вот. И поэтому, на мой взгляд, там, где вообще говорится о том, что закупки необязательны, вот, вот эту компанию надо обходить десятой дорогой. Вы знаете, что где-то, по-моему, лет, ну вот это вот перед тем, как прийти в нашу компанию, вот в эту, в Colors of Life, ну прежде чем создать нашу компанию, прежде чем она открылась официально, я вот так скажу, был какой-то такой слух, шел, что вроде бы как в Европе, где официально есть сетевой маркетинг, он официально абсолютно все, вот, вроде бы как там принимался такой вот закон, чтобы не, чтобы не было, чтобы обязать компанию убрать обязательную закупку. Вроде бы вот что-то такое, вот проходил такой слушок, вот, но на этом все закончилось, потому что это невозможно в сетевой компании. Как клиент ты можешь не покупать продукт, ты можешь взять его один раз, потом взять через три месяца, ты можешь вообще не брать, взять один раз и так далее. Как клиент, да, но если ты здесь работаешь, это невозможно, это невозможно, обязательно. Одним из условий успешности компании, это маленький заказ, который ты делаешь в обязательном порядке раз в месяц, если ты хочешь зарабатывать здесь деньги. И нет ни одной компании, ни одной, вот, я не знаю, в какой она Фаберлик, да, ну, не важно, я уверена, что на каком-то этапе когда она выходит на какую-то, да, может быть, там, где маленькие заказы и так далее, там, может быть, и нет каких-то обязательных закупок, но этап, когда она уже начинает зарабатывать чек с сети, будут обязательные заказы, обязательно, такого не может быть. Вот, и бояться этого нечего, ребятки, мы каждый день ходим на работу, Наташ, ты ходишь на работу? Каждый день, правильно? Каждый день ты платишь, Наташа, Самара моя, дорогая, давно тебя не видела, да, давно не виделись, просто ты у меня сейчас, там есть, можно на твоем примере, понимаете, если мы не платим в свой бизнес, если мы не инвестируемся в свой бизнес с деньгами, то это значит, что мы инвестируем свою жизнь в бизнес другого человека, понимаете? То есть, не может быть по-другому, либо это твой бизнес, и тогда ты платишь в этот бизнес, то есть, ты инвестируешься в свой бизнес, ты платишь налоги, ты оплачиваешь, ну, магазин свой, может быть, если это в аренду, или оплачиваешь, или товар все время закупаешь, а вы прекрасно понимаете, что часть товара, она просто портится, выходит из моды, остается, то есть, есть люди, у которых просто стеллажи дома, вещей, которые уже никому не нужны, тонна этих вещей, да, ну, и не только дома, есть скоропортящиеся товары, есть выходящие из моды, вы это прекрасно знаете, вот, и это тоже инвестиция в бизнес, ну, а если человек не привык инвестировать, поверьте мне, он инвестирует, просто он инвестируется в богатство собственной жизнью, в доход и богатство другого человека, понимаете, либо государство, либо другого человека, но по-другому не получается, понимаете, либо жизнь, либо деньги, ну, вот, ну, а жизнь, я имею в виду, подразумеваю, либо время ваше, да, что и составляет-то жизнь, да, либо деньги, понимаете, но все равно как-то и чем-то мы должны рассчитаться, и мы рассчитываемся, понимаете, вот, поэтому объясните это вашему, вашей гости, объясните ей это, и сами поймите хорошенько, что да, если вас спрашивают обязательные закупки, да, у нас есть обязательная закупка, все зависит от цели вашего прихода, либо цель вашего прихода, это бизнес, либо цель вашего прихода, это клиент, вы клиент, и вот тогда мы будем разговаривать на разных языках, повторяю, если вы клиент, пожалуйста, вы можете один раз сделать закупку и забыть нас на всю оставшуюся жизнь, вы можете варьировать как угодно, и если вы за ним, вы пришли сюда зарабатывать деньги, тогда вы должны знать, что это игра для взрослых, мальчиков и девочек, которые с песочницы хотят вылезти и зарабатывать деньги.